Здарова всем ребят, с вами Хилл Хёрдс и мы продолжаем играть в секира, но я жижал дважды. И у нас собственно призрачный лес. Давайте пока здесь призраки я не буду его трогать, мы сразу побежим туда куда нужно и заберем то что нужно то есть убьем того дядьку который здесь у нас этот морок наводит то есть туман надо чуть погромче сделать очень тихо у петухи опять так ты еще и сверху так сейчас я блин реально как будто знаете я довольно поздно ложусь обычно за не знаю что в 6 7 и вот за окном начинается это пение петухов и послушай если тебе ведом путь будды убьешь ли ты того кто против него того кто против будды да то таком я говорю прячется в заброшенном храме что дальше по пути он окутал деревню темным туманом чтобы отручить селян заброшенном храме да в старом здании дверь может быть заперта но на втором этаже должна быть дыра окей братья спасибо смотрите максимум быстрого прохождения бежим сюда петухов потом мы с ними разберемся еще этих ребят тоже игнорим здесь очень много врагов которые находятся в тумане поэтому мы бежим сюда и сейчас будем его выключать вот сюда теперь мансим прыгаем не прыгнули так и чё все не достать достать здесь у нас обжора будет ходить и много обезьян вот они тут щелец сидят мы их игнорим так проблема ой не бей бежим вот сюда прыгаем вот сюда забираем все ништяки в виде драже надо потише слишком громко теперь вот сюда бежим бежим прыгаем паркурим еще больше паркурим проверяем не забыли ништяки вроде не забыли кусок воска пригодится теперь прыгаем вот сюда кто-то тут ровлет стоит ну и собственно сейчас этого призрачного вельможа будем убивать не помню как его точно зовут дымный какой-то там не пойми какой туманный вельмож вот сынок а чё насчет моего огненного копья не хочешь его отведать как понимаете он не босс кусок трупного жировозка красиво забираем все ништяки и леденцы и всякое-всякое ну и теперь я думаю стоит вернуться к идолу и пройти все как надо эту локацию так отдыхать думаю не будем просто теперь все равномерно пройдем магнитет теперь даже никто по идее появляться не должен потому что мы всех убили кто мог бы нам помешать заодно проверим какие новые враги здесь могут появиться и появились драже шар богатства еще что-то забыл железо и здесь у нас безголовый стоит к нему мы еще вернемся немножко попозже ребят дядя не бей дядя не бей я хочу потренироваться между записями как его правильно и профессионально быстро убивать и вам потом уже на запись красивой показать так как отсюда спастись вот так ништячок глиняные осколки пригодятся так здесь по моему этот жил петушок как-то запрыгнуть направо вообще в другую сторону нужно было идти сейчас петушка убьем так так бежим эти главное не упасть хорошо теперь пойдем по верху все вроде безголовый отстал здесь у нас еще петушар позорная легкие кошели так и теперь мастерство паркура думал получится мгновенно в стелсе его но не получилось скоро level up драже шки пригодятся нет-нет-нет-нет не умирать там есть что-то там что то есть погнали и леденец я к шарику или я к шарику не знаю как правильно честно получит ну ладно раз пришли то заберем ништячок хотя бы не отдал ему почву где-то здесь вроде подъем где-то здесь говорю я секира ну-ка прыгну мне не нравится что там дядька страшно меня за спиной родной давай давай ну что ж ты может другой страны ага так есть так и теперь во вторую часть локации всю ее зачекаем убьем того обжору можно петушков убить даже а у щит а петушки то злые хочу произошло как будто кого-то убил но вроде не убил очень странно ничего что этого друга зарезал нормально там дядь мало с них опыта не перспективные враги так давайте с этой стороны все обойдем забираю все что не хорошо лежит как это я человек простой вижу лут забираю лут да почему нет разумеется этот желуд не просто так положили так здесь у нас масло здесь у нас куча эмблем духа и вот этот проход появился после того как мы вельможа убили и здесь еще ништяк и если сюда прийти в тумане будет очень много врагов я в первом своем прохождении шел ну реально много так теперь вот сюда пройти зачекать там гляньте сколько всего не забрал столько ништяков лежит я вот знаете ништяк не заберу и потом спать не могу как бы вы думаете я шучу но на самом деле не шучу так не достает да давай ой хорошо и там еще ништячок над собрать так стоп а почему я не смог притянуться к этой стенке и кстати намного быстрее двигаться вот так как бы маленькими маленькими шажками это выглядит очень глупо но все спидранеры дар делают именно вот так то есть подписчики тык-тык-тык-тык-тык-тык это глупо выглядит но говорят работает так все сити отцепляйся здесь у нас щелкающая семечка вот там у нас безголовый все еще сатане это щелкающая семечка очень нам пригодится когда мы будем сражаться с подшей монахиней я вам жесткую стратку на нее покажу так и собственно идем вырезать обезьян делаем себе напарника пока они будут байтиться мы будем мало по малу остальных убивать ай больно так сейчас мы у заспну зайдем минус мартышка я в принципе по чесноку готов с ним сразиться давайте подожжем его четко можно конечно поставился но согласитесь кому интересно сражаться по стелсу когда можно по честному как настоящий мужчина ой чё-то не нафиг не хочу как настоящий мужчина с ним сражаться увидели сколько пол лица да даже не пол он прям почти ваншотает давайте еще раз подожжем а в этот раз почему-то и у него не сбилась атака от огня ну первая стадия до свидания сейчас вторую тоже поджигаем сразу вроде как огонь ему не очень нравится но лучше все-таки держаться за спиной этого господина потому что он очень опасный так ага ты этого не будешь делать потому что сегодня я у нас буду пиромантом если ты не против ой 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 какой он с ума есть опасно надо скинуть на концентрацию ого закалил оружие на яд в войне опасен но только не для меня настоящий синаги не боится обжор и все до свидания можно сегодня смертельное сделать ну как-то так не очищенная сака и тяжелый кошелек ага и там на новые противники появляются давать прыгай только спрыгни сынок ты пожалеешь о том что пришел в эту игру господи мне пожалею я об этом господи по моему меня сейчас это готов нет так ладно я понял тактика следующая бежим начинаем с этого дяди но не гляньте что-то убивают меня господи можно пожить 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 да пожить дайте давай кто первый запрыгнет тому дам по голове хорошо двое сразу нормана и следующий сынок не попал вдвоем решили там по одному не ходят они что по одному страшно по одному я их легко убьют а вот вдвоем они гораздо ох как его не подрезал такая стопроцентная так было я чутка зафигом все ух разобрались со всеми прям вообще со всеми здесь у нас пригоршни пепла немножечко подгораем бывает это в драк соусе третьем мы не горящий а тот мой самый смертный синоби там вроде все забирал собственно погнали дальше в деревню мебу ну и название кто их придумывает так чтоб сюда можно попасть а ноги правда это ничего не дает толком даже нахиляться не буду потому что сейчас мы дойдем до деревни где будет много всякого интересного так драже так где у нас костер чет я подзабыл ребята старость нерадость вот где-то здесь должен быть костер или нет я помню что был умой умой так так да ребята что за артом поле или выключите арту пожалуйста так нужно быстро решать вопрос а просто молниеносно господи как они посмотрите какие тварьные монстры дай пожить то падла тварь не человек так я короче пошел на костер туда ребят ну его нафиг выжил давай 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 секира отдохнуть отдохнуть хорошо сейчас я к ним вернусь вы думаете я забыл мне нифига так только вот как это сделать по моему через право нужно это делать здесь у нас торговец здесь у нас опасный мужчина которого можно убить при помощи леденца гатиина давайте проверим заодно эту теорию давайте жесткий гатиин вот такой используем который за эмблемы духом еще пробуем поставился к нему подкрасться да тупо не выкупает что происходит магнетит нам даже дали и драгоценная чешуя нормально полезно очень полезно так там по моему какой-то ништяк может быть но я опять же не уверен до конца а мы тем временем пойдем наверх слушайте а как туда попасть вот все вспомнил там помнится мне очень много собак да 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 кривые руки не смотрите на них на второй раз всегда допрыгиваю думали упал но нет я не такой песик тебе хана минус первый пес здесь у нас целая пати псов просто влетаем в них вот так профессионально кидаем петарды они такие как страшно и мы всех убиваем пока они у нас оглушенные я кнопочку жал но не произошло ничего так и я бы очень хотел с теми господами что наверху еще перетереть пару слов потому что они мне очень не понравились таком месте неудачно так легкий кошелек окей здесь тоже ништяки куски воска прочее прочее так по-хорошему бы по посту эту деревню пробежать ой вы кто такой их даже можно не убивать потому что они как бы бессмертная ну типа проклятые деревни все дела сами там выбирайте нужный вариант ответа так что эту деревню мы будем пробегать максимально быстро стараясь не отвлекаться на врагов шары воскрешения пригодятся сейчас только с мужчиной поговорим который вот тут живет здорово корзина 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 я корзина говорит он поприветствовать корзина 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 успокойся ты честный человек да замечательно ты правда честный человек облегченный рыдает ты хочешь о чем-то спросить слушай ты прости но если хочешь о чем-то спросить мне придется говорить с корзиной на голове короче он рассказывает что про деревню он говорит то что здесь местные глава всех напоил какой-то непонятной штукой и все превратились вот в таких вот одержимых и всех мучает жажда просто очень много диалогов ребят в двух словах я вам все рассказал так и главное не забыть ништяки все собрать успокаивающие средства так здесь ничего нет иначе бежим дальше так здесь тоже по моему ничего нет сюда шар богатство пригодится хочу быть богатым так здесь по моему тоже дырка где-то есть петуша рубьем петухов не люблю петухов буду вырезать а еще одна дырка ok здесь у нас по моему что-то было да это здесь пригоршни пепла это нам на босса пригодится вы просто не представляете насколько можно унизить эту большую монахиню если в этой серии дойдем до нее я вам все покажу парню ну и дамы если кто-то меня из девушек смотрят это вроде бы есть кто-то так бабулька до свидания если ничего не вижу так в этой берлоге есть что-нибудь интересно по моему тоже нет так вот это место очень жесткая где-то то не пойду здесь раньше была семечка тыквы вот здесь там прям вот тут божественная трава и шар воскрешения главное чтобы никто за ноги не схватил черный порох вот 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 так чтобы никто вот так не схватил надо потому что они стан локают очень сильно хорошо что я в воде умею филяться так можно запрыгнуть секира как этого господина по моему можно за стелсить попробовать так я за видел я уже не за стелсить поэтому надо текать сила как можно быстрее здесь в траншее в канаве ништяк был когда-то по моему да вот он мы его забираем это всего лишь драже ну знаете из таких небольших не штучков и складывается вообще все так там у нас волчки мы их не боимся сейчас вот это место мы за чекаем есть тоже кстати довольно неплохо фармить если успеть поставил выразить этих ребят то есть папа создали себе компаньона и они развлекаются друг с другом тупо классические стиль ведения боя лекарства ну все они пошли рубилову жестко устраивать здесь у нас такая асина потом нужно будет вернуться резчику всякого дать так ништяки какие то есть который я мог пропустить конечно же мог твердый металл не допрыгнул чуть-чуть руки короткие да что такое а тут даже кстати отпрыгнуть нельзя нет можно в любом случае туда я смогу попасть смотрите бежим сюда берем ништяк шар воскресенье там у нас костер давайте сразу его активируем окей но это еще не все бабулька давай потом сейчас я проверю я тут ничего не забыл воду потом будем исследовать как у нас ныряния появится так чем домике было чё-то было но не помню чего же бабулька уходи бабулька успел по 320 опыта ну неплохо божественные конфетти и желтый порох пригодится теперь нам необходимо залезть наверх кое-как вот так вот теперь еще выше и забрать вот этот ништяк который находится у нас вот здесь фух чуть не упал упал ну бывает бабулька что-то выпало такой звук был странный так сейчас главное правильно сделать и не зафидится так серьезно ты не можешь сюда запрыгнуть тяжело быть кривым секира так драже ну говоря что кривой секира я как бы косвенно обвиняю себя потому что на самом деле кривоват я давайте сразу отдохнем отдохнуть и там у нас живет водяная ори с которой сражаться нет ну никакого желания по крайней мере сейчас она на этой налют не играет возможно потом мы к ней вернемся но смотрите если к ней подойти и поговорить плачет спросить почему плачет почему ты плачешь потому что мне грустно о чем-то грустишь я не знаю где сейчас господин сакудзе и что он делает это так трагично вот хоть бы узнать что с ним раз нельзя увидеть но сколько я не шлю ему писем он не отвечает и никто мне не говорит где он господин а вы не знаете где господин сакудза промолчать так и вы мне не скажете почему все скрывают его от меня и все начинается файл она очень жесткая поэтому мы пока утечем здесь какой-то негодяй появляется мы его в доджем ну что ну его нафиг ты серьезно пойдешь со мной сынок ты хочешь этого ты уверен что хочешь этого умой хочет еще как хочет но не черщаем дам по лицу проверяйте уж там что-то хорош чертовски хорош но я тоже не промах как нужно концентрацию сбить слушать он меня убьет по моему час госпожа вы что тут делаете ну-ка я думал она на место пошла как собака ой господи а чулки банки стук урона бабульки теперь за меня не хочешь немножко мне помочь пока этот разминаюсь с ребятами если чё я отпрыгивал все видели ой бабуля бабуля как ты как же ты комбишь да что ж ты секира зачем ты бабку убила на такте помогала что записи за просто все с этим разобрались ничуть я с него опыта насыпала так окей теперь главное застелсить вот этого большого труба дура и можно порохло его сделать напарником чтобы этих он размотал прям за секунду ну чё запасаемся попкормом и смотрим давай давай сделай как ты умеешь бабуах давай ну а ты ж господи как же он пах и просто унижали тупо отпеваете папа бабульку спрятал так дядь там еще один остался как же он его приголубил этим молотом но красавчик просто мой мальчик да вот таких я уважаю если потом фотошопе вырежу тебя красиво пойдешь и на превьюшку буль-буль-буль посмотрим да я прямо чувствую как разжижается ох ну он отъехал и настало время секретов заползаем вниз и как и настоящий мастер синоби приклеиваемся вот сюда вжух и попадаем вовнутрь здесь у нас ништяки божественные конфетти и вот этот дядька буль-буль-буль поприветствовать его эй буль-буль-буль ты что делаешь такое чувство так славно тает внутри но этого недостаточно лейте дальше до краев до краев это глава этой деревни подходите мой народ подходите пейте пейте угостите же сладким нектаром подходите вы жители дворца все до единого ах прошу примите нас как своих скромных слуг буль-буль-буль буль-буль-буль-буль-буль-буль ох чаша пересохла нет так не пойдет слишком мало не растворяется полностью не годится жить в дворце ох ох воды дворца наполните наши чаши еще раз наполните до краев до краев так чаша пересохла не годится а все что ли тебя можно убить нет нельзя обидно потому что я бы хотел здесь у нас куча всяких ништяков но и разумеется это тоже не все как вы можете понимать здесь у нас есть легкий кошелек что-то еще было помню либо не здесь наверно не здесь здесь можно еще на крышу запрыгнуть и там по-моему то ли семечка то ли что-то было то ли бусины но сейчас статуэтка всего лишь и и теперь самое время идти на босса а ништяк забыл вот здесь за домиком лежит твердый металл забираем и его я могу отсюда выпрыгнуть не могу тогда придется через низ жух просто нельзя так а у нас тут будет еще идол по-моему будет не будет обидно так окей пацаны попытаюсь сделать это с первого раза но не обещаю так конфетти и мне еще пригодится получается пепел сейчас я найду его секундочку пригоршни пепла так сейчас бафнуться нужно сначала этим потом вот этим и погнали короче в чем фишка здесь у нас падшая монахиня которая очень уверенно станут так и тюрьмой то есть чуть-чуть ударили кинули пригоршни пепла в нее она глаза закрывает опять кинули пригоршни пепла она опять глаза закрывает еще раз кинули пригоршни пепла опять теперь вот эти короче это петарды открываем снова пепел кидаем и отъезжаем сейчас пять сек надо хинуться опять кидаем а надо вблизи стоять чтобы кинуть и она не видит теперь опять петарда и она опять и короче смотрите фишка есть еще можно поставить вместо например и к ширику можно поставить щелкающая семечка так давайте еще пригоршню кинем только немножко промахнулся давайте раз два где моё семечко то есть очень много вещей которые ее могут станет час петарды и кину наверно теперь семечко из нем и это все ее очень сильно станет видите то есть еще об семечко что-то семечко не сработало хотя должно было сейчас петарды кину так теперь давай семечко так теперь надо похиляться блин короче зафидил я можно было уже убить о май как же она приголубила меня давай петарды лови и все это твоя похоронная наверное семечко семечко говорю нормально и убиваем то есть видите при помощи расходников этот босс уни унижается за полсекунды казнь синоби ебой попавшая монахиня охраняла вход в пещеру в деревне мебу и теперь техника дыхания мебу теперь мы можем нырять под воду о май столько возможностей так сейчас мы отдохнем наверно и после этого пробежим эту деревню в другую сторону под водой может быть хотя не уверен так сейчас уберу-ка я вот эти расходники пойдемте камень чревоношение чревоточения как-то так он называется до конца не помню как точно но очень клевый камень вот он здесь у нас лежит на столе камень чревоношение окей все это квестовый предмет алтарь ароматного камня паланкин ждет и вот в эту пещерку мы потом уже он видеть эта штука эта штука нас перенесет во дворец первоисточника разумеется если мы выберем правильную концовку теперь когда мы будем возвращаться господину куро там у нас будет выбор либо следовать железному кодексу как нас учил филин отец либо короче убить папашу ребят знаете что такое успех успех это когда-то такой опа убил эту монахиню падшую записал оставшуюся часть ролика выходишь такой из игры такой нажимаешь остановить запись а записи то и не было в общем мне пришлось брать искать свой старый сейф проходить все то что я уже сегодня прошел и доходить вот до этого момента но мне пришлось пробегать многое скажем так не обращая внимание на то что происходит некоторые вещи не подбирал в общем сейчас мы сделаем ровно то что я делал в конце той серии а именно исследуем всю вот эту реку потому что здесь у нас кое-какие ништячки есть вы не представляете насколько обидно ребят я очень уже хочу я просто никак не отдадут деньги чтобы я мог себе нормальный монитор купить второй вот это бы таких проблем не было а пока что приходится с одним страдать ай рыба ты что напала так здесь у нас что здесь у нас ценный корм это нам потом пригодится чтобы в конце огромного кар карпа кормить так и здесь у нас ровно скажем так три мини-локации с водой секиры давай прыгай родной вау чуть такое красное а собственно здесь у нас по моему ничего нет а здесь есть целый сундук и еще и весь квест с додзюном сделал и разумеется он не записался да бывает сейчас проверил все нормально и записи все идет тут у нас божественная трава ныряем так здесь ничего двигаем дальше по моему один ништяк в конце вот тут остался дискар который поделится драгоценной чешуей он разумеется не хотел ею делиться но кто его спрашивает ребята здесь у нас водная мельница здесь нужно выпрыгнуть и попасть в самый большой водоем так нырнуть снова по моему один или два ништяка в начале и потом еще там в конце так легкий кошелек слушайте а почему так много мертвой рыбы непонятно и еще легкий кошелек и тот самый знаменитый красноглазый карп красные глаза карпа которые необходимо отдать эту цену для продолжения его сюжетного квеста что мы сейчас и пойдем делать вот с этими позорными рыбами разберемся вроде со всеми сразу и здесь еще у нас целый ящик есть смотрите в котором у нас что в котором у нас получается божественная нет статуэтка дзюдо на этот раз окей тут снова рыбы так и по моему я еще вот сюда сходил и вот эту часть локации следовал давайте тоже это сделаем ну если я это уже записывал то тогда прошу прощения за повтор а если нет то я молодец и записал то чего не было так здесь по моему ничего нету да здесь только два петуха окей тогда получается остается только вот сюда топать здесь у нас лекарства дядя бэкстапте за это сделаю не сделаю ну ладно фиг с тобой и сейчас смотрите только мы забираем ништяк который вот здесь сверху у нас вырывается очень много врагов видали из под земли твердый металл и здесь у нас было раньше улучшение для протеза сейчас статуэтка лежит всего лишь вот здесь куча ребят но мы к ним не пойдем мы пойдем наверх заберем тот один ништяк и отправимся в подземелье к даджину тут у нас шар воскрешения все здесь мы вроде все завершили теперь погнали подземелье к этому господину там много много раз придется телепортироваться отдыхать но я же в принципе знаю что нужно делать так что быстренько сейчас закончим и теперь у нас наверно нужно отдохнуть да сейчас проверим переместиться за магазина а по-моему я что-то не сделал а наверное в этом прохождении я еще не забрал вторую часть то есть цветок в общем в том прохождении в основном который будет потом у меня уже все эти костры и не активно так давайте заброшенное подземелье просто чтобы квест с даджином не запороть показать вам его приходится идти вот на такие извращения не представляете насколько обидно просто блин не записалась и все так дядя я тебе красных глаз принес все как ты любишь о мой дорогой синоби ты принес то о чем мы просили отдать красные глаза карпа да и правда принес теперь мы сможем улучшить лечение господин без сомнения будет очень рад и даже если я нет я при всем старании не могу разделить его энтузиазм дадзин бездарь а не волнуйся дорогой синоби я исполни свой долг во славу асина вот твоя награда мой дорогой синоби прошу прими ее и нашу благодарность кусок трупного жировозка так теперь мы идем отдыхаем ну можно даже не отдыхать а просто от одного идола к другому переместиться идем сюда переместиться замок асина и заброшенное подземелье а еще мне помнится что я показывал как работает вот это вот умение которое метали квест крест асина стоп неужели я его не изучил а в этом прохождении ясно следующей серии покажу ребят очень неловко то что все так неловко вышло так и по моему квест не обновился к сожалению так да говорит теперь мы сможем усовершенствовать лечение но усовершенствовать они его не будут ну потому что вот так потому что наверное нужно отдохнуть на италия хотя в тот раз телепортация мне просто помогла либо должно произойти что-то сюжетное чтобы это получилось а нет вроде вроде сработало да отлично так меня не палят не палят а господин досаку что же это что вы не собираетесь испытать на это на мне так и есть мой ученик ты следующий подопытный прошу нет как я и боялся вы сошли с пути врачевания зачем вы так поступаете господин нет воды молодости околдовали вас маленький негодяй воды моду молодости околдовали вас господин прошу ответьте прошу ответьте господин почему почему не отвечаете ответьте господин досаку досаку вот то есть господин его кинул и теперь если мы пойдем немножко дальше а мы пойдем немножко дальше здесь нам нужен огонь по-любому потому что он сейчас грязь будет ребята вообще мясо нет огонь вот это огненный клапан окинаги и там мы сейчас третьем мужчину с красными глазами вот помните того того человека которого мы заманили в подземелье теперь он красноглазый а красноглазые что красноглазый очень боятся огня этим мы сейчас и воспользуемся он очень больно бьет но мы тоже знаете ли не пальцем деланное и у нас есть огонь которым мы не побоимся воспользоваться немножко собьем концентрацию еще немножко огня дадим нет пленте берите сколько урона я в тот раз тоже офигел так господи все плохо ребята все плохо хьюстон у нас проблемы так щучкой щучкой секира давай он в воде душем его просто на берегу его зарежем час еще немножко огня давай секиры еще огня вот так нормально господи а ему пофигу что ли стало внезапно вдруг ну вот примерно так мы его и добиваем еще немножко огня надо бы дать у ее и все ему хана отпевайте молодого вот так минус уважаемый господин и нам дают получается что красный сгусток сам по себе сгусток безвреден так а найденный в теле красноглазого дзиндзаймона во неплохо так теперь получается нужно вернуться на костер посидеть отдохнуть и подслушать за дзином и потом кое-что произойдет самим дзином если честно это очень грустная история ребят вот бы с этим главным господином поговорить я бы вам рассказал что он не прав на самом деле так бежим назад еще раз поглядим чего нас куда дзина происходит ребята не огримся пожалуйста так теперь он пошел в свое подземелье для того чтобы попасть к нему в подземелье необходимо обзавестись умением ныряния и теперь смотрите куда мы идем идем сюда ныряем здесь у нас два нет это не карпы золотистые это обычные карты у их можно просто заигнорить эти ништяки я тоже собирал уже легкий кошелек тут три кошелька у нас легких здесь уже не помню чем по моему трава нет осколок ладно забыл виноват бежим вот сюда тайный проход ребята все как мы любим лучших традициях серии соулс здесь еще что-то шар воскрешения неплохо ну и собственно вот сюда теперь и это логово дзина здесь успокаивающее средство и записка до саку ученики ушли от меня к дагену они не желают пачкать руки они все бросили меня ради этого лицемерного шарлатана дадзин мой последний ученик даже после моей смерти опыта прекращать нельзя стоп даже после моей смерти то есть так у него по моему расстроение личности слушайте реально чет я все это время тупила у него по моему проблемы с головой по моему да ответьте господин досаку господин почему почему не отвечаете досаку досаку слушайте тогда это очень жестко ну и собственно последнее что необходимо сделать необходимо опять посидеть у идола вот так мне потом еще придется еще кое-что делать блин там был господи там целый диалог был с вином который запоролся я крещику подходил отдавал ему неочищенная сака и там был очень важный диалог который раскрывал его причастность к тому что он может стать сурой и это пропало вот и вот когда мы открыли эту решетку он отсюда пропадает чтобы его найти необходимо пойти там на то место где мы убили того господина ну и сразиться с ним в последнем бою собственно вот так и видите что с ним случилось он тоже стал красноглазым так немножко я завидел еще огня так давайте он боится грубо и боись пожалуйста бойся меня тактика им нужно похиляться потому что урон у него космический видали что творит нормально в воде но горит классика секиро давайте нарезаем дядю еще немножко огня еще немножечко полненных мечей все как мы любим ребята так ну-ка не бей пожалуйста меня нормально подгорел еще чуть-чуть подгорай так скоро имблемы кончится они уже кончились хьюстон бихев сам проблем не вроде убью должен 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 добить дожать добить ох простите меня господин я подвел вас так ну и забираем этот ништяк и нам дают сгусток из тела ученых круглый красный сгусток найденный в теле красноглазого додзюна досаку и додзюн были воплощением учителя и ученика часто бывает что стремясь подражать кому-то ты сам становишься им очень грустная история опять повторюсь и еще мне кое-что подсказали но для этого мне нужно восполнить эмблемы духа потому что это какая-то грязь хотя возможно в этом прохождении у меня от этой не будет штуки сейчас посмотрим ну проверить я должен кому так 20 эмблем окей собственно снова ныряем снова мансим вот сюда стараемся чтобы рыбы нас не заметили ну и теперь здесь обычные рядовые враги будут рисаться потому что квест с додзюном закончился такие дела так ребята не бейте нормально нормально стильно я просто байтил типа я их не вижу не могу попасть но на самом деле я не так просто как кажусь на первый взгляд зарезаем этого дядьку так 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 и здесь у меня в тот раз появился короче серый дух но в этот раз его нет это очень плохо так и давайте теперь я постараюсь вернуть свое основное прохождение и показать вам пару сюжетных квестов с эммы и резчиков резчиком так я вернулся на свое нормальное сохранение и как вы можете видеть смотрите теперь у меня переместиться замок асина он под осадой то есть все костры стали неактивными но я хотел вам показать эмму и резчика да поэтому мы отправляемся в разрушенный храм так короче я с ними поговорил отдавал ему сэкэ а ну ясно то есть короче здесь сидела эмма и резчик и у них состоялся диалог по поводу того что резчик сказал а что типа если я вдруг стану сырой эмма такая что тогда мне делать и резчик ее оборвал вот это весь диалог ну и а это ты должен будешь меня убить о чем ты говоришь не делай вид что не понимаешь заставлять ее убить меня я так не могу прошу короче вот он сказал то что мы возможно станет сырой эмми и теперь говорит чтобы не заставлять девушку делать такие грязные вещи типа сделает это и пожалуйста ну и большон в горле пересохло мне бы чаю сейчас чая нету дружище обидно обидно ну ладно бывает и так бывает и так есть у нас у кого-нибудь еще новые диалоги здравствуй друг поговорить если вы замок асина осторожнее там купить предметы вроде нового ничего пока нет а у меня денег нет ладно но этому все стоп записка призраков этого я не видел давайте купим так инвентарь тяжелый кошелек один пожалуйста так можно мне пожалуйста записочку о призраках сейчас я найду у себя а записка о призраках в опустившейся долине старом логове обезьян и стражи в опустившейся долине были замечены призраки злые многоликие призраки логово обезьян и стражи можно найти на дне опустившейся долины неподалеку от туманного леса логово обезьян и стража ну блин камон я уже хотел закругляться давайте слетаем переместиться опустившаяся долина так стоп логово вот нам сюда в ядовитый пруд ну по-моему это как раз таки о сити мэне говорится не уверен давайте проверим так мансим мансим и сейчас я наверное еще видос о том как фармить запишу правильно и спать наконец пойду то есть бежим вот сюда говорим что мы убили обезьяну большая обезьяна так так я убил же шею уже вроде бы обезьяна ну да то есть здесь видите сетимен появился ну пока я с ним не хочу драться потом как-нибудь следующей серии а пока что всем большое спасибо за просмотр ребят всем всего хорошего с вами был хилкердс вы самые лучшие